Слово «обучение» – оно очень позднее. Большинство людей этого как бы не понимают, что учить-то начали очень-очень поздно. Но если говорить об университетах, которые были открыты в Европе, давайте там уже не будем там танцевать, то предположим, при всех туда-сюда 12 век. Можно так сказать, нельзя сказать, но есть исторические университеты, которые свое, так сказать, начало рассматривают как 1100 какой-то там год, 59-й, по-моему, во Франции. Короче, есть такие выдумщики, скорее всего, это все чистая ложь, как бы, ну, просто попытка добавить себе статусности, древности и так далее, и тому подобное, потому что источников до 15-го века нет, в письменных, а вы говорите, обучение, как бы, университет. Но если бы были университеты, были бы библиотеки, были бы источники, правильно? А здесь источников нет, то это, мне кажется, больше добавление себе статусности. Ну, вот мы точно знаем, что Гальдербергский университет, это 1423 год, да, по-моему? 1423. Что? 1386. То есть, что это? Одна из дат. Это одна из дат. Ну, вот там написано, вот, в Гальдерберге 1423-й полный год, это, ну, точно, когда, ну, уже университет существовал. То, что это перекликается не только учебная часть, но и церковная часть. То есть, там, несколько видов источников в одну точку, как бы, нам подтверждают. Да. Ну, скажем так, начало 15-го века. Ну, а если, говорят, что мировая история, там, знаете ли, миллионы лет, там, 250 миллионов лет, то, извините, 800 лет в этом, ну, ну, капля в море, по сравнению. То есть, смотрите, 800 лет назад их начали обучать. Вы же прекрасно понимаете, что обучение, это такая вещица, ну, она, так, никому не нужна, по счету. Да. Потому что знания и навыки, это власть над людьми. То есть, зачем давать кому-то власть в руки, да? Поэтому первое, что думали тогда люди, которые, в общем-то, давали эти знания, это о том, как ограничить этих людей знаниями для того, чтобы они, ну, как бы, не могли выйти за эти рамки и пределы. Да, потому что то знание, которое было у тех, кто преподавали, или тех, кто набирали себе этих, как бы, людей, как бы, для того, чтобы они помогали, на пальцах так скажем, они, как бы, извините, не заинтересованы были, чтобы они чему-нибудь научились большему, чем нужно, чтобы помогать. Поэтому обратите внимание, в общем-то, они свою задачу выполнили с лихвой, да. То есть, они ограничили человека биологической теорией. А вы сколько на уровне биологии не бейтесь, толку-то никакого не будет. И мы же реально понимаем, что, ну, не состоит человек из нейрофизиологии. Второе, они очень мощно сделали, вот я бы сказал, прорубь в современной науке, если это можно в кавычках написать, они ее заспециализировали. И вот этот, этот феномен, который тоже обсуждал Попов, мало того, что есть порог некомпетентности, так еще существует специализация. Как Буткин говорит, невозможно человека лечить по запчастям. Но наши врачи, как бы, в общем-то, умудряются это делать. То же самое и здесь. То есть, как бы, невозможно о чем-то говорить не на стыке наук. Что касается учения человека, это вообще беда, ну, как бы, полнейшая, да. Математический подход в науке и им ограничивающиеся, так сказать, ученые. Это, как бы, вообще исключает возможность понимания чего-либо. Математический подход, ну, помните Гегеренцева, да, который, наконец, на старости лет написал книгу о том, как они это все сделали, да. И, в общем-то, они дальше продолжают, эти товарищи, делать все для того, чтобы это продолжалось, так сказать, долго и душно. Сколько раз переписывались учебники, начиная с семнадцатого года и заканчивая, вот, в 2018 году. Я вам скажу, сколько. Столько раз, сколько хотели переписывать. Каждый новый раз переписывали. Возьмете учебники по каким-то наукам более-менее стабильным, ну, образно говоря, там, логика, философия и прочие, как бы, вещи, математика, физика, они еще, ну, более-менее на друг друга похожи, да. То, если вы возьмете какие-то другие гуманитарные, как бы, науки, то там переписывалось все столько раз, сколько хотелось, ну, чтобы переписали. И, на самом деле, если вы, как бы, посмотрите, то есть еще понятие достаточно странной территориальной привязки с расстоянием. Да, как мы ее называем, да, территориальная привязка с расстоянием, там вообще может быть очень любопытно все. Ну, например, в Соединенных Штатах Америки глубоко убеждены в половине Соединенных Штатов, что именно Соединенные Штаты вы говорили в другом. Это такое. То есть, по сути, когда мы говорим в территориальной привязке, мы говорим еще о том, что на разных территориях разные представления о том, как было на самом деле. Это, например, если касается исторической науки, да. И, конечно, это плохо, когда, знаете ли, дети учат гадости, которые там написаны, и которые к фактической исторической науке не имеют никакого отношения. Но еще хуже, еще хуже. Когда они учат вещи практические, каким же точно способом. Потому что, в общем-то, для современного человека совершенно неважно, где родилась цивилизация. Он этим вопросом, может, раз в жизни, ну, как бы, задается. У него очень интересует хлеб, да, сочный, там, и прочие прелести жизни. Ему где-то вот эти вот самые казачейские билеты надо подраздобыть и прочие, как бы, вещи там сделать. Да, то тогда приходится что-то делать. А что-то делать, нужно понимать, что ты делаешь, да. И начинается вот этот вот поиск безинструментальной части. Обратите внимание, что все науки сегодня безинструментальные. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА